Рассмотрим подборку артефактов древности с разных континентов и проведем аналогии с устройствами современности. Золотые артефакты Майя датируются 250 годом нашей эры. Если еще в 20 веке трудно было бы предположить, что изображает эта фигурка, то сейчас вполне ясно – это реактивный ранец, или так называемый антигравитатор. Конечно, такие ранцы сейчас стоят несколько сотен тысяч долларов. Их могут позволить себе супер-богатые люди или вооруженные силы. Но время идет, когда-то и автомобили были недоступны для рядового обывателя. Генетический диск Довольно любопытный артефакт Каменный диск, обнаруженный в Колумбии, известен тем, что по окружности диска располагаются изображения биологических процессов, которые стали известны человечеству после появления микроскопа. Диск с обеих сторон разбит на сегменты, внутри которых отображены фазы эволюции человеческого эмбриона. Многие ученые считают, что это фальсификация. Для альтернативных исследователей это доказательство того, что древние цивилизации не были недоразвитыми. Также есть колумбийский аналог этого генетического диска, нарисован по-другому. Он из ледита и аналогичный китайский диск из нефрита. Есть предположение, что этот диск крутился, или в его центре что-то крутилось. Есть версия, что это игра, наподобие наших детских игр с фишками и костями, кубиками и числами. В игре могут быть задействованы четыре участника, получающие по одной фишке. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишки, согласно выпавшей цифре на соответствующее количество клеточек. То есть, возможно, это древние игры, возможно, детские, обучающие. Римский додекаэдр – небольшой объект, сделанный из бронзы или реже из камня или железа, имеющий форму додекаэдра. Имеет 12 плоских пятиугольных граней, датируется II-III веком н.э. На сегодняшний день было обнаружено около сотни подобных артефактов. Большинство найдено в Германии и Франции, но они также встречаются в Англии. Нет никаких упоминаний о них в исторических текстах или изображениях того времени. Это породило немало версий об их использовании. Первое и самое главное – это религиозный символ. Бен Артман в журнале «Математика для интеллигентов» 1993 год утверждает, что додекаэдры символизировали огонь. Известный грекам минерал перит часто образует конкреции в виде додекаэдра. Этот перит использовался для добывания огня. Выдвинули гипотезу в начале XX века, что додекаэдры являлись подсвечниками. Также выдвигались версии, что это игральные кости, геодезические приборы, приспособления для определения оптимального срока посева озимых зерновых культур, инструменты для калибровки водяных труб, элементы армейского штандарта, украшения для жезла или скипетра, игрушки для подбрасывания ловли на шест или просто геометрические скульптуры. Ну и конечно же официальная история во множестве эпизодов старается увязать этот додекаэдр с различными древними событиями и датами, то есть по сути занимается спекуляцией для доказательства своих версий. Британские музеи древности. Нефритовый диск найден в Китае толщина 5 мм. Это не единственный экземпляр находок таких нефритовых дисков в Китае много. Поверхность диска с утончением по кромке. Если мы сравним этот диск и ему аналогичное со светодиодными круглыми современными панелями, то возможно при подаче статического электричества или какой-то резонансной частоты он начинал светиться. Также есть версия, что это аналог современного диска сцепления у автомобиля. Вот древние перуанские артефакты. Они очень похожи на фрезы или головки буров, а также могли бы использоваться как лопасти для водяных насосов или вентиляторы. Вот хирургические инструменты, найденные при раскопках в античном городе Ольвии. Это на Украине. Медицинские инструменты из Ледита, Колумбия. То есть в древности медицины занимались, как и сейчас. Так называемые карлики китайского императора Цзинди. Но если мы сравним с детскими манекенами, то станет все понятно. В древнем-древнем Китае, как и сейчас, существовали тысячи магазинов, для которых были нужны манекены. Изделие из нефрита. Хранится в Британском музее в Лондоне. Ближайшая аналогия – ТК-съемник кольцевой. Пластилиновая технология. Использовалась по всему миру. Барабар – Индия. Далее Конека – Перу. И Асуанский обелиск – Египет. В каждом случае видно, что это была мягкая масса и срезалась до ее отвердевания при вращении в камень. Здесь мы видим изготовленный камень с характерными однообразными бороздами. Слева предкамера Великой пирамиды Хеопса – Египет. Кладка пирамиды Унаса. И справа Юрак-Руми – Белый камень – Перу. Вот версия, что египетские пирамиды и храмы – это выпаривательный обогатительный комплекс по добыче редкоземельных металлов из вод Нила. То же самое Ангкор-Ват – Камбоджия. И Тиоанака – Боливия. Вероятно, то же назначение, что и египетские строения. Древние колодцы в Сардинии, Италии. И колодец в Ком-Омба, Египет. То же самое. На барельефе Древний Шумер показана какая-то высоковольтная установка. Ее аналог легко узнается в катушке Тесла. Огромное количество культовых сооружений очень похоже на высоковольтные высокочастотные резонансные установки. Люди-змеи широко представлены в разных народах, культурах и временах. Это говорит о том, что в какой-то период на Земле проживали гибридные существа, и не только змеи. И, судя по иллюстрациям и скульптурам, они имели высокий технологический уровень. Многочисленные фигуры и иллюстрации – напоминания о тех временах, когда миром правили люди-змеи. Лаос, Камбоджия, Индия, Италия, Греция. Посмотрите, как интересно оформлена крышка кадильницы. Это южный берег Гватемалы, ранний классический период, 250-й год нашей эры. Ну и сравним с маской для дайвинга 21 век. Ну а кто-то бы может сравнил это и с космическим скафандром. Вот этот тибетский головной убор – явная аналогия с тфелином у евреев. Очень похоже на какое-то устройство, наголовник для передачи сигнала или даже на кнопку. Очень важная часть в процессе эксплуатации андроида. Мало ли что, всегда можно нажать на красный розет. Египетский храм Сети I, датировка по официальной истории 15 век до нашей эры, пинцет для выщипывания бровей и удаления волос, в том числе, видимо, и из носа. Рассматривая древний камень в Перу, можно увидеть, что это макет какого-то парка развлечений. В современности есть масса аналогов. Понятно, что древний парк за эти тысячелетия не сохранился, но вот макет от него мог остаться. Реально найденный скелет из Перу в Южной Америке вполне себе сопоставляется с фигурами, высеченными кем-то в древности в честь этих существ. Извояние острова Нукухива – французская Полинезия. Богиня Хадхор – почиталась как в Египте, так и на другом континенте, в Колумбии. Женщины племени Длинноногие Мяут также носят головные уборы, в котором изображена богиня Хадхор. В этом случае мы также имеем дело, скорее всего, с элементами карго-культа. Подобное устройство носилось на голове и, возможно, имело отношение к управлению атмосферным электричеством, управлением связью или чем-то еще. Вот статуэтки Догу – Япония и статуя острова Нукухива – французская Полинезия. Очень похоже на существо иного биологического вида, возможно, в скафандре. Вот персонаж для примера из фантастического фильма. Реторты и лабораторные сосуды – современные и древности. Дракон в гербе Казани и фигурка из коллекции Акамбара в Мексике. Какое удивительное сходство. Этих существ хорошо знали как жители Сибири, так и жители Америки. Очень схожи между собой истуканы Исландии и древние фигурки, найденные в Афганистане. Это очень похоже на отображение одной культуры и какого-то одного типа человека. Наголовное украшение индейцев Северной Америки – это конец XIX века – и кокошники в славянской культуре. Тут еще надо отметить, что индейцы Северной Америки имеют в большинстве своем такие же славянские лица. И этому подтверждений очень много. Эта тема уже неоднократно поднималась альтернативными исследователями, каких таких индейцев уничтожали в Северной Америке. На самом деле уничтожение шло жителей Тартарии. В развитии этой темы кокошник – это поперечное разделение головы неким барьером. И на эту тему есть разные предположения, что это усилители неких энергий. И это женское украшение. А в противовес этому у мужчин есть такие же разделители и называются эракезы, гребни, хохлы и другие разновидности в разных культурах. Вот, например, монахи Тибета в странных головных уборах. По преданию, такие шапки носили в Тибете последователи религии Бон. На фотографии Далай-Лама, 14-й. Эракезы индейцев. Вот женские поперечные разделители головы на Тибете в разных вариациях. Вот интересные наскальные рисунки в Азербайджане и в США. Какие-то рогатые растопыренные человечки будто бы в растянутых плащах. Исследователи выдвигают версию, что это специальный костюм-крыло, так называемый винг-сьют. Человек прыгает со скалы и может планировать до нескольких десятков километров. Возможно, именно это засвидетельствовали пастухи того времени. Такой известный подсвечник, как Минора. Старинная статуэтка в Израиле и нарисованная в виде петроглифов 5000 лет до н.э. Хакасия, Россия. Версии, что это такое много, от подсвечника до символа многомерности нашей реальности. Вероятнее всего, это было какое-то техническое устройство. Древняя маска в музее Сан-Сидуй, Китай. Ближайшая аналогия – прибор ночного видения. Статуэтка Пазузу и собрание Ловра Осирия, Вавилония, 7 век нашей эры. Бронзовая статуэтка древнеегипетского божества Беса. В этих статуэтках показаны не только крылья как символ полета, но и множество обвесов, необходимых для управления самим полетом. Как правило, в старинных иллюстрациях крылья обозначали пилота летательного средства, либо само летательное средство. Музей анатолийских цивилизаций Хетты, Анкара, Турция. Показана статуэтка пилота с реактивным ранцем со спины. Изображение – поход царя Салмансара III в Сирию. Показан фрагмент бронзовой обшивки ворот из дворца в Балавате. Ассирия – 850 год до нашей эры. Британский музей Лондон. Исследователи здесь обнаруживают недвусмысленный образ БМП – боевой машины пехоты. В иллюстрациях и фигурах, что в Мексике, что в Египте, на головных уборах или шлемах, мы видим голову птицы, что определенно символизирует объектив летательного аппарата, то есть главнокомандующие все время в курсе того, что происходит, наблюдая с высоты птичьего полета с устройства наподобие современного квадрокоптера. Ну, понятно, что это версия. Все эти аналогии приводят к стойкому убеждению, что континенты в древности были транспортно соединены. На Земле существовала единая высокоразвитая цивилизация, свидетельства о которой были тщательно зачищены, остались лишь немногочисленные вещи, которые историки выдают как предметы примитивного культа. А также остались свидетельства многочисленных отсталых аборигенов, которые зарисовывали и запоминали непонятные для них устройства или события, свидетелями которых они являлись. Субтитры создавал DimaTorzok